Старый дом прописал у себя Оскаровского лауреата. В Новосибирском театре поставили фарга. Культовый фильм «Братьев Коин» авторы русифицировали, оставив снег, смех и жестокость. Алексей Кудинов побывал на одной из последних премьер 23-го года. Спасибо, Дедушка Мороз, я всегда в тебя верю. А в Санкт-Петербург кланусы никогда не верю. Чемодан денег в качестве подарка у Деда Мороза просили многие, но доставался он далеко не всем. Но усыпанный искусственным снегом в сцене Старого дома, публика увидит счастливчика, проходинца Майкла, который, приехав в чужой город, вместе с напарником похитил жену сотрудника автосалона и получил 100 миллионов. Вообще наши персонажи оказываются практически в зимней сказке. И этот снег, он, ну что ли, создает это ощущение сюрреалистического вообще действия на сцене. Как полагается, у вас новогодняя сказка? Нет, зимняя. Я боюсь, что если я это скажу, и какие-то зрители придут с ощущением, что они сейчас попали на новогоднюю сказку. Хотя, кстати, знаете, я тоже так вчера смотрел. Мне бы понравилась такая новогодняя сказка. В афише спектакля жанр не указан, только возрастной ценз 18+. Поэтому стоит уточнить, что сказка в Старом доме черная, с ругательствами и расчлененкой. Впрочем, те зрители, которые знакомы с первоисточником, к этому готовы. Фильм «Братьев Коэн» Фарго вышел на экраны в 1996-м. Получил два «Оскара» и обрел бешеную популярность в Америке и за ее пределами. За счет чего вопрос, на который пытались найти ответ многие кинокритики. Про уродов и людей. Ну не балабановское, а немножечко другое. Ну вот про уродов и людей. Эти гримасы, и вот сейчас вы видите на мне грим, который существует. И если этот грим существует не только внешне, но и внутри, в этом замороженности, но и там еще огонь страсти в виде жажды, наживы, денег. И когда я понимаю, что это главное и есть, ничего другого нету, а это замороженные люди в каком-то безумном-безумном мире. И фильм, и последовавший за ним сериал из пяти сезонов. Это смесь криминальной драмы и черной комедии. Спектакль этот жанр сохранил. Два часа зрители следят за тем, как срежиссированное похищение оборачивается чередой смертей. Как же меня все достали! Ага! Выиграл собаку! Смотрел только фильм, и вот ребята смотрели сериал, рассказывали, что в сериале это все как-то более размазано, что ли. В фильме все это событие происходит очень плотно друг к другу, и фильм показался более интересным, чем сериал. Оказался ли спектакль интереснее фильма? Большой вопрос. Постановщики трансформировали сцену и зрители из зала Старого дома, сохранили сюжетную канву, но перенесли действия из Миннесоты в Сибирь. Кино вольно перевели на русский, так как в 90-х это делал обладатель гнусавого голоса с пиратских видеокассет. Но зачем? Осталось невыясненным. Фильм «Братьев Коэн» закончился простеньким рассуждением о том, что жизнь дороже, чем одна с деньгами. В спектакле даже эту мораль фарга решили не проговаривать. Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Новости ОТС.